Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и мои видео обзоры сортов томатов. Еще один сорт, мимо которого я не смогла пройти стороной, чтобы вам не рассказать, это жиростойкий и болезнь неустойчивый. Это не свойство томата, это так называется сорт. И с этим названием всегда происходят казусы. Даже когда я покупала, я покупала его совсем случайно на распродаже, у продавца спросила, жиростойкий и болезнь неустойчивый это свойство, а название как? Мне так же, как я сейчас вам объясняла, что это не свойство, это название томата, это его наименование. Когда я его начала выращивать у себя первый раз, я заметила, что он выгодно отличается от других томатов. Он был в теплице, у него изумрудно-зеленые листья, но вот сейчас в рассаде не так заметно, а вот когда он будет на солнце, они прям ярко-ярко-ярко-зеленые. Он такой же детерминатный, метр высотой. У меня, к сожалению, даже нет красочной картинки. У меня только осталась вот эта вот бумажная упаковочка, на которой очень скупо о нем написано, что прекрасный среднеранний сорт для открытого и защищенного грунта. Растение штамбовое, высотой 100 см, плоды округлые и красные, и пригоден для потребления в свежем виде и приготовления томатопродуктов. Особенность сорта, способность завязываться в любых условиях, ну и так далее. Тут о нем сказано очень скупо, но я могу вам сказать, что это очень прекрасный сорт. Во-первых, хорошо себя показывает в теплице. Когда жара на улице 30 градусов, в теплицу невозможно зайти. Он за счет своих, вот у него листья такие массивные, сочные, зеленые. Они, вероятно, как в них больше влаги, чем в простых, вот в таких вот, видите, тоненькие прям листики такие. И он, нет вот этой пониклости, он вообще почти не вянет в теплице. Ствол у него очень толстый, и его можно очень долгое время не привязывать. Вот эта сила ствола, она держит все это деревце. Потом уже, впоследствии, когда сильно много плодов облипливают этот ствол, я уже привязываю колушку. Красного цвета, круглый. Ну, в пачке заявлено, что 100 грамм, но нижние кисти намного больше томаты. У меня были и 150, и 200 грамм. Он очень хороший, как я вот первые, с первых кистей срываю в салат, а потом идет для производства кетчупа, леча, всяких томатопродуктов. Ярко-ярко красный цвет. Он тоже очень выносливый. Выносит и похолодание, и жару, и действительно устойчив к болезням. Вот именно у него название, жаростойкий и болезнь устойчивый. Все, что заявлено производителем, все это оправдывает заявленные свои качества. Я его отношу к одному разряду с демидовским. Просто демидов, он немножко розовой окраски, а этот ярко-красный. Вот классический, красный цвет. Очень хороший сорт. Я написала про него статью подробную. У меня на странице называется «Таинственный незнакомец». Потому что действительно, этот сорт мало кто знает, о нем многие даже вообще не слышали. Не слышали даже продавцы в магазинах. Иногда спросишь, они не понимают, о чем их. Сорт такой не знают. Кому интересен этот сорт, прочитайте. Моя страница в «Одноклассниках». Набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Там про жаростойки и про все остальные томаты я описываю. Вот этот томат я очень полюбила. И с тех пор, как я купила его на распродаже, я теперь сажу его ежегодно. Он и в теплице хорошо себя зарекомендовал. Можно садить и на улице. Вот, еще с одним сортом познакомились. Видите, он какой здоровенький. Сейчас покажу. У него уже очень хорошая корневая система. Очень такой плотный, устойчивый стебель. Хотя он еще молодой. Видно, что он еще не цветет. Вот если бы сейчас было тепло, его можно было бы уже высадить. Я сейчас нахожусь в теплице, где у меня взрослые. Вот скороспелый перчик тоже уже можно было бы высадить, если бы было тепло. Висят уже перчинки. Ждет не дождется. Вот мы ждем не дождемся, когда несколько дней пройдет похолодание. Все поедем в теплицу высаживаться. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok